Ребята, всем привет! В одном из видео я показываю вам книги. Вы выбрали, чтобы я почитала пещеру времени. Но сначала подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну что, начнем? Ну, первое, это я и буду читать. Начинаем. Ты уже бывал в каньоне Змеи, когда в прошлый раз гостил у дядушки Хорвая, да, на ранчо, Красный ручей. Но тогда ты не заметил никакой пещеры. Должно быть, она открылась после обвала. Хотя полуденное солнце так и бьет лучами в пролом, внутри пещеры камешная тьма. Пытаясь определить ее размер, ты делаешь несколько шагов. Постепенно глаза привыкают к темноте. Впереди ты различаешь нечто похожее на тоннель. Он слабо освещен флорическим светом. Ее звучит какой-то минерал в стенах пещеры. Стены совершенно гладкие, будто отошлифованные водой. Почти двадцать шагов тоннель идет прямо, затем поворачивает. Интересно, куда? Еще немного продвигаешься вперед, но тебе очень страшно одному и совсем незнакомому месте. Ты поворачиваешься назад и движешь к выходу. Наверное, будет гроза, потому что вокруг стало очень темно. Неоджиданно ты понимаешь, что солнце давно село и только бледный свет полной луны освещает окрестностей. Очевидно, ты заснул и просто пал много часов. Странная деталь сбивает тебя с толку. Ты совершенно убежден, что еще вчера на небе был тонкий месяц. Тогда сколько же времени ты провел в пещере? Ты не голоден, ты не чувствуешь себя, как будто только что проснулся. Что же теперь делать? Попытаться добраться до дому, не потеряв ориентации в этом мутном свете луны или дождаться рассвета? А здесь вы должны выбрать сам ответ. Куда мы пойдем? Куда вы пойдете? Если ты возвращаешься домой, открой страницу 4. Если ты хочешь подождать, открой страницы 5. Пишите в комментариях, куда вы хотите. Страницу 4 выбирайте или 5. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Следующее видео продолжим читать в зависимости от того, что вы выбрали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова